В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева и сегодня у нас в гостях Сергей Романов. Здравствуйте! Добрый вечер! Мы с вами поговорим о книге, посвященной рязанскому фактографу Евгению Каширину, на издании которой сейчас идет сбор денег. Как успехи? Осталось 11 дней. Я имею в виду интернет-платформу под названием «Планета.ру», где идет профессиональный сбор средств на разные проекты. Мы тогда заявились с этой книгой. Это пилотное издание. Мы сделали, чтобы можно было что-то показывать людям и спросить под нее деньги. Там, кстати, у них своя процедура. И вот там у нас было 3 месяца у них положено. К исходу 3 месяцев они закрывают проект. Если сумма не набрана, они возвращаются дарителям деньги. На их карточке и так далее. А если она набрана, прекрасная, может быть, даже перевыполнена форма, они берут какой-то процент, конечно, на самосодержание. У нас сейчас успехи вот такие. На сегодняшний день 252 690 рублей, а нам нужно 500 тысяч. К сожалению, город Рязань, некий экзамен на историческую память к этому человеку, который являлся гражданином, почетным городом Рязани. Ну, не знаю, считайте сами, как. Это маловато, конечно. Хотя, причем самое, что мне больше всего поражает, что, в общем-то, основной часть этой суммы, про которую я сказал, вынес один человек. Он сразу внес 130 тысяч, может быть, половину этой суммы. Он просил не называть свое имя, но это вот истинный меценат. Он отдал 130 тысяч, добавив... Мы благодарны всем. Благодарны, так сказать, дарителям хотя бы одного рубля. Но, когда достаточно богатые люди дают там тысячу, две, пять, это, согласитесь, малковато. Есть коллективы. Мы, кстати, очень благодарны всем, кто особенно коллективный форум принес, собирали. Например, областная биотека имени Горького во главе с Гришиной, национально-главной. Или, например, областное управление культуры во главе с Виталием Поповым. Наша особая благодарность. Я имею в виду благодарность от Рязанской организации союза фотохудожников России, которую я здесь и представляю, поскольку я там в ней занимаюсь издательскими делами. Кстати, я хотел сказать пару слов об издательских делах. Вот вы знаете, что вышла книжка вот такая, про Каширин. Это посмертное издание. Здесь более 200 работ его. Это раритет. Она ушла вся в ноль. Тираж был в 2000. Вот эта книжка «Девять фотомастеров Рязани», это самая первая, которую мы издали, прижизненная, Каширинская. Он сам отобрал здесь 14 работ любимых, которые они здесь представлены. Вот они здесь есть, можно посмотреть. А вот это вот, это память Рязанцев о этом человеке, выдающемся, выдающихся морально-этических качествах. И кроме того, очень целовательном художнике. А скажите, почему вообще так получилось, что это все-таки почетный гражданин города, известный человек, все его знают и знают его работы, но почему-то деньги на издание книги собираются вот так, таким путем, не выделены кем-то как-то из государственных... Ну, знаете, трудно сказать, но вообще-то с культурой у нас всегда, знаете, остаточный принцип, это раз. Во-вторых, мы думали, что на народного любимца, я его знала, извиняюсь за выражение просторичное, как для собак в городе. И он стольких людей обогрел за свою жизнь, что мы думали, что соберем эти полмиллиона... Ну, понимаете, полмиллионный город по одному рублю, мы имели уже 500 тысяч. Или хотя бы 5000, да, по 1000 рублей человек. А здесь у нас вот 252 690 рублей, маловато. Вот. Ну, я, кстати, не теряю надежду. Более того, я уже, собственно говоря, нашел выход, чтобы дополнить до 500 тысяч и сделать тираж. Но тираж будет не 2000, как мы планировали. Поменьше. Примерно 600-700 глимпляров. Это маловато для нашего города. А расскажите теперь о людях, которые работают над этой книгой. Вот вы все его знали или нет? Почему вот вы занялись этим? Ну, это, во-первых, мой товарищ и друг, коллега. Я же с ним 39 лет, бок о бок, фотографией занимался в этом городе. Художественной фотографией. Хотя мы занимались и репортажами, мы сотрудничали в газетах и так далее. То есть был общественный выход. Но, да, кстати, фотолюбительство какое-то же очень общественное. Человеческое, так сказать, времяпровождение. Мы же выставки делали. Учили рязанцев любить хорошие фотографии. Видеть ее. Поднимали планку художественную, так сказать, по этому городу. В этом плане он был, конечно, бесподобный человек. Бескорыстный. И здесь 30, сейчас 4 человека рассказали о нем, что они думают. Тут и его коллеги-фотографы, и художники, и общественные деятели. Всякие. И, кстати, в этой же книге есть глава малоизвестной работы Коширина. Малоизвестные, которые он при жизни, ну, как-то так, не публиковал, не показывал. Мы решили свести их. Есть около 40 работ. Ой, 50 работ. Вот, значит, неизвестный Коширин. Вот, понимаете. Я думаю, что это тоже. Плюс там его биографический, да, немножко там библиография. В общем, такой с уклоном энциклопедического. Вот его и памятник. Мы на этом, похороним нас на Аллее Славы Рязанской. Вот. Немножко о похоронах его. Целый город его хоронил. Вот. Так что книга, она, ну, в общем, вот я вот ее считаю, достаточно подарочная. Репрезентативная книжка. Вот. Но вот так вот сейчас сложилось с деньгами. Я уже рассказал об этом. А вот эти редкие снимки как собирались? То есть это у его родных или у вас где-то были? Вы знаете, он столько много работал. Вот был трудоголик. Он работал в любое время дня и ночи. За ним остался гигантский шлейф фотографий. Он, говорю, даже не успевал осмыслять, что он сотворял. На выставках он, конечно, представлял. Ежегодно. Отчетная выставка, международная выставка. Это он все делал. Но осталось много, которые прекрасной работы. У него был свой стиль. Он очень любил этнографические или... Жанровый репортаж. Собственно говоря, основа фотографии – это жизнь человека во времени. В этом городе. Он посвятил себя городу. Он даже как-то на зарубежной выставке в иные места старался не посылать, не тратить время. В основном Рязани. Рязани, 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 Рязани. Ну и совершенно справедливо его, почетным гражданином-то вы не выбрали, как это назначили или звание удостоили. Это был один... А знаете, декомендарь, против которой ни одна человек в этом городе не сказал. Нет, он не удостоен. И так далее. А когда пришло время выпустить книгу памяти о нем, которая, надеюсь, будет долго существовать, потому что в ней много информации о нем, людей, которые его непосредственно знали, его современников. Вот сейчас идет одиннадцатый год после его смерти. Через десяток лет его уже не вообще, наверное, все забудут. Ну, забудут как. Кто его помнит, конечно, помнит. А молодое поколение, скорее всего, не будет. Надо оставлять им что-то такое след полиграфический. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Расскажите, как вы познакомились с ним? С Коширином? Да. Да очень просто. В Рязани повезло. Здесь был такой Виктор Иванович Агеев, преподаватель радиотехнического института. Он страстно любил фотографии. И он создал при радиотехническом, техническом УЗИ, сделал фотостудию. И она, кстати, буквально через 10 лет стала первой в России студенческой народной фотостудии. Он был влюблен в фотографию, ну, просто бесконечно. И Коширин к нему ходил в эту студию. Это был 65-66 год. Он начинал там. И я в это же время пришел. Мы в этой студии познакомились. Вот так. А потом 39 лет вместе работали. Вот такой тираж небольшой этой книги. Получается, как она будет распространяться? Ну, во-первых, те деньги, которые пришли к нам. Дело в том, что было создано под эту книжку еще два канала сбора. Человек смог сам принести добровольно, конечно, на добровольной основе денежку, по сильную его сумму, фотодом имени Коширина, который расположен у нас на улице Почтовой в центре города. И получить, если он сдавал на книжку, примерно цена вот такой книги, когда была на две тысячи рассчитана, она стоила рублей 700. Если он сдавал 700 рублей, он получал, как бы сказать, квитанцию о том, что ему будет дана эта книга, когда получится. Если он сдавал меньше, ему просто давали там сувениры, связанные с Кошириным. Там набор открыли, и все такое. А это один канал. А второй канал, мы в Союзе фотохудожников открыли счет. Могли туда перечислить. Вот, к сожалению, на эти, там поддержало буквально человек 30. А вот поэтому по платформе Планета.ру там 123 человека, что ли, поддержало. Но это не, как сказать, нельзя сказать, что все не рязанцы, потому что он же всероссийский канал, это наша платформа. Там могли бы быть и иногородние. Ну, кто его знал или слышал, или просто заинтересовался проектом. Потому что там в этом проекте, значит, есть мощный агитационно-визуальный материал, вплоть до видео, там, ряда и так далее. Все рассказано, все показано. Это очень просто, кстати, посмотреть его на интернете, набрать Планета.ру, открывается портал. И там набрать слово Коширин-Рязань, и возникает уже наш рязанский портал. Вот, и там про Коширина рассказывает наш председатель нынешнего нашего Союза Андрей Павловшин. Он там, видео с ним снятся, он все рассказывает очень подробно. И там все адреса, все есть там, на этом портале. К сожалению, вот через портал мы набрали, ну, примерно половину суммы. Это вы мне сказали, да. Но все-таки вот, получается, те люди, которые собирали деньги, кто смог пожертвовать на книгу, вот они станут первыми, кто получит ее. Вот кто сдал 700 рублей и выше немножко. Ну, там обычно, обычно люди, вот так, кто приходил, обычно сдавали тысячу. Ну, как-то так вот, знаете, какая-то круглая сумма и так далее. Кто же меньше принес, да, ну, это, видимо, они могут ее купить. Но 600 штук до нашего города, или там 700, это очень мало. Я знаю, говорю, просто вот пример живой. Вот эта книга, две тысячи экземпляров. Вот сейчас-то раритет. Ее нигде не, за какие деньги не купишь. Она разошлась в ноль. Вот. Библиотеки есть, да, мы снабдили все библиотеки. Рязанские властную, библиотеку, и городскую, и юношескую, и так далее. А вот приобрести... Вот сейчас приезжают к нам гости в Рязань, да, фотографические. И не фотографические. И хочется им подарить, а нечего. А сделать второй завод, ну, то есть второй тираж. Вот. Средства нужные. Вот. И, кстати, это издал... Это... Союз художников к этой книге имеет непосредственное отношение, но издал ее благотворительный фонд «Культурная инициатива». Такой Бочаров и... Забыл вторую фамилию. Вот. Они нашли деньги. А вот на второе издание, боюсь, что нет. Они правообладатели. Ну, верстки этой книги. Когда планируете отдавать ее в печать? Есть какие-то конкретные сроки? Сейчас печатный процесс – это настолько не проблема, что я уже... У нас есть свои типографии любимые, которые могут обеспечить качество. Качество, кстати, заметьте, что очень недурное. Я думаю, вы можете оценить. Это в Рязани печаталось или нет? Это в Рязани, да. Но в данный момент я склонен... Делать в Рязани, извиняюсь, конечно, но дороговато. В Подмосковье проще и чуть-чуть дешевле. Может, туда перейдем. Но это не в этом проблема. Это две недели. Как только появится сумма по области, две недели у нас готовый тираж. С доставкой сюда, по дверям. Я надеюсь, что где-то в течение января она будет готова. Дело в том, что в следующем году у него будет юбилей. В 70-е годы ему бы исполнилось, этому человеку замечательному. Но он умер на 59-м году жизни. И, к сожалению, не дожил даже до 60-ти. Был бы хороший, конечно, такой памятный знак. И вообще в честь его памяти о хорошем человеке. Но я думаю, мы сделаем. Любой человек все равно сделаем. Этот оптимизм я, собственно говоря, и поддерживаю. Ну вот сейчас у нас с вами как раз есть возможность обратиться к рязанцам, которые могут помочь с созданием этой книги. Ну что, у нас осталось 11 дней до официального окончания проекта на планете РУ. Планета РУ, это я уже сказал, рассказывал. Это интернет-портал, который занимается специально сбором, так называемый краунфаундинг, то есть сбор народных средств. Вот это новомодное словечко, но оно действенное. Знаете, там приведены примеры, как собирают средства. Есть такие проекты, знаете, заказывают миллион, получают три. Представляете, какие они там. Ну это, видим, очень известные личности. А у нас и проще. Так вот, я предлагаю рязанцам все-таки использовать оставшееся время для того, чтобы доказать, что Рязань имеет память историческую, что мы любим своих выдающихся горожан. Тем более, что я вам говорю не только сам от своего имени, но и от нашего фотографического сообщества, что по степени одаренности, талантности фотографической, кажется, безусловно, человек, который входит в десятку самых талантливых художников России. Безусловно. Поверьте уж мне, как профессионалу. Спасибо. В гостях программы «Городские встречи» был фотохудожник Сергей Романов. И мы говорили о книге, которая посвящена рязанскому фотографу Евгению Каширину. Ее планируется выпустить уже в следующем году. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, всегда готов. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова